Итак, всем привет, с вами Дубгейм, мы продолжаем играть за Германию. Ожидаем, что это будет последняя серия, потому что игра дальше вряд ли пойдет, плюс вышел новый патч. Я хотел бы начать уже играть на нем. Там что-то пофиксили, что-то нам изглаз ломали еще больше. Ну, в любом случае, посмотрим. Итак, нам сейчас что предстоит? Нам предстоит захватывать еще больше нефти. Сейчас будет война с Канадой, с США, с Мексикой. Как бы, да, у кого-то еще ГСМ есть. Пока ни у кого, но будем наблюдать внимательно. Если где-то появится нефть, мы будем первыми, кто это заметит. Ну и надо пока что добить эту войну, потом там восстание добить. Так что поехали. Там еще кто-то говорил, а почему бы тебе не расширяться во все стороны? Ребята, я бы очень хотел, но в этой игре нельзя нападать, если ты уже в дипломатической игре. А восстание, допустим, это считается за дипломатической игру. Вот это говно, у которого, да, как бы нету уже цели войны, потому что издали... Италия сдалась. Тоже, как бы... Ксиро, это уже другая война. Но вот это за Бразилией, да? Почему я войду еще за Бразилией? Хороший вопрос. Я думал, что это вот эта война, но... А, вот она, окей. Вот, вот это все чудо тоже мне мешает начать другие войны. И ты просто вынужден закачивать каждый предыдущий конфликт, чтобы начать новый. Ужас. Кстати говоря, Италия хочет захватить Луизиану и освободить Чироков из США. Почему? Да хуй его знает. Захотели. И вот мы стартуем нашу войну с Мексикой. В принципе, так как мне от них нужен реально только один регион, я был не против, даже если они дадутся тут. А вот США и с Канадой, я бы, конечно, хотел, чтобы все было по-другому. Давайте даже закинем тут одну армию. К примеру, вот этого парня, да? И смотрим, что мексиканцы будут делать. И удивительно, но факт, в Мексике есть вариант то, что... А, нет. Удивительного факта не случилось, с Мексикой все-таки просто сдалась. Теперь мы здесь выстраиваем кучу бровых вышек. Хорошая концовка. И, я думаю, надо снести все, что не вышки, чтобы все население бежало на вышки. И итальянцы победили в своей войне. Они реально выделили что-то в эту вот херню. Забавно. Но нам надо продолжать. Единственное, здесь у нас, видите, как будто перемирие. Да, так и есть еще немного. А, ну оно вот кончается, и мы сейчас пойдем захватывать Канзас, я так полагаю. И я, на самом деле, не вижу особо смысла добавлять в другие классы были, потому что я ожидаю, что они просто сдадутся. Точно так же, как и в прошлый раз. Еще один забавный факт. Канада бы даже согласилась нас поддержать. Почему-то канадцы американцев тоже не любят. Но, это лишь отстрочило бы их захват. Мы пока что ведь ждем конца этого конфликта. И тогда сразу начнем конфликт за канадской нефтью. Кстати говоря, я решил посмотреть, как вообще себя чувствуют капиталисты, которые держат эти нефтяные вышки. Они буквально купаются в роскоши. Что, я бы сказал, достаточно ожидаемо и логично. Ну и да, они просто отдали нам Канзас. Так что я, наверное, ожидаю, что все ближайшие конфликты будут выглядеть именно так. Строим мы также правильные заготовки. По той просто причине, что нам очень не хватает твердой древесины. Ну и может застроим еще здесь инсайли или что-нибудь. Посмотрим. И нападаем мы на Канаду за Онтарио. Собственно говоря, это вот как раз таки вот этот региончик. Что-то у нас здесь требует клиперов. Забавно это, видимо, американцы все еще пользовались клиперами для ловли рыбы. Раз видно, страна третьего мира. И свершилось. Гассем мы нашли также в Валахии. Буровые вышки уже летят туда. Параллельно с этим, наверное, мы снесем там все остальное. Посмотрим насчет этого. Скорее всего, тоже придется, чтобы все просто качали нефть. Посмотрим, может, еще и здесь снесем. Но это уже не так важно. Против нас, кстати говоря, вступила Скандинавия. Это значит, что мы вернем Скандинавию то, что она нам задолжала. Да? Вот он. Шлезбик. И, может, было бы еще что-то. Но, я думаю, мне и так хватит, да? Хотя, давайте просто так возьмем. Хотя нет, ладно. Хватит. Будем оставить красивые границы. Все-таки Дания именно у Скандинавии выглядит на мой вкус получше. У нас и так хватает уродских границ вот здесь. Сейчас появятся уродские границы в Канаде. Ну и где-то еще могут. Так говоря, я еще колонию в Британии заберу. Возможно, стоит забрать еще под другие колонии. А еще нефть, наконец-таки, пропнула в Техасе. И вот мы ее тоже строим. Что у нас вообще с нефтью? Минус примерно остается тем же, потому что постепенно у нас потребление увеличивается. То есть мы буквально оставляем его на том же уровне. Но единственное, я хочу сказать, цена уже плюс 50% и было где-то плюс 70%. То есть хотя бы как-то мы покрыли нашу проблему. И еще я вижу у нас проблемы с опиумом. Нам его тоже неоткуда брать. Так что, возможно, нам что-то его откуда-нибудь захватить. Где-нибудь, так полагаю, в Индокитая. Но это еще не прямо сейчас. Хоть говоря, мы уже высаживаемся в Канаде. И вроде успешно. Посмотрите на этот мем. Захватываю я такой сейш-лезвик. И тут в Скандинавии происходит северо-германское вос... Северо-неменское, извините, восстание. И ху ли мне с ним делать? Ничего не делать. Ждать пока Швеция разобьет их, чтобы снова разбить Швецию и снова вернуть себе эти территории. Кайф. И за Скандинавию троллинг не закончился. Там восстало еще одно восстание. Они там отвоевали с Францией зачем-то. Происходит просто какой-то абсурд. Ну, ничего нового, по крайней мере, для этой игры. Там береги восстания какие-то. Иишки не справляются со своей страной, как обычно. Но мы потихоньку пробиваемся один к трем сквозь британцев. Все-таки танки, конечно, делают свое дело. И я вижу, что нас тут решили затроллить, да? Но мы себя в защиту, точнее в обиды, не дадим. Если у меня войска телепортируются в другую сторону суражских войск, я просто телепортирую их обратно. Ну, и я думаю, скоро война это закончится. И после долгой, не в игровом времени, а в реальном войны, мы наконец-таки забрали все эти территории. И можем построить здесь, наконец-таки, нефть. И тут много боровых вышек. Я достаточно доволен. Единственное, здесь не очень население, но я думаю, оно в поисках прибыли сюда мигрирует очень быстро. Потому что давайте-ка сейчас я дострою, перейдем в американские стейты. Вот здесь тоже не хватало населения, да? Но, как мы можем видеть, боровые вышки заполнены. Здесь вот так, кстати говоря, не заполнены. Ну, это вопрос времени. Здесь вот заполнен. То есть, ну, мигрируют туда потихоньку люди. Нормально. И что это я вижу? У Нидерландов здесь тоже есть нефть. Им не повезло. А вот мне очень даже. Стоит говоря, только я захотел эти территории, как они уже хотят отделиться. Представляете? Но не думаю, что из-за этого что-то выйдет. Мы мгновенно, я думаю, их захватим обратно. Ну, и здесь я вообще-то думаю, что Нидерланды просто сдадут эту территорию. Но все возможно. Может, они захотят повоевать. Хотя их пока вообще никто не поддерживает. Из-за них даже ступилось кто? Венесуэла. В Венесуэле точно есть нефть. Но вопрос, есть ли она здесь в игре. И если есть, то когда она там появится и каких стейтах? Ответов пока нету. И, о чудо, Нидерланды не сдались. Невероятно, на самом деле. Ну, что ж, значит, они выбрали смерть. Кстати говоря, повысил я тут уровень строительства у нас до четвертого. И у нас стало 3000. Ну, даже не знаю, мне не на что просто их тратить, эти 3000. Все нужные ресурсы я что-то построил. Все не очень нужные у меня автоматически. Если что-то надо производить, то производится. Кстати, Нифолун тоже не сдался. Следовательно, что? Следовательно, нам придется высаживаться. Но тут произошла затролка. Тут нету прибрежных провинций, да? Нету прибрежных провинций. Вот не повезло, а? И что мне делать? Наверное, делать вот так. Ну, как будто да. Я не вижу другого пути попасть туда. И это просто, ну, ужасно смешно. Ну да. Там еще и Италия присоединилась. Ну, Италия. Значит, за то, что выбрала смерть, что я тебе могу сказать. Забавный факт. Несмотря на то, что Италия и США в одной войне, механика этой игры работает так, что у меня здесь нету фронта. Мы захватили итальянские провинции. И все, мужики, разворачиваемся дальше. Дальше Италии нету, дальше мы не воюем. А то, что здесь есть США, которые находятся в той же войне. И тоже воюют против нас, но это... Ну, ладно. Они же не пойдут сюда. Да, ну да, итальянские территории. Все. Значит, и мы сюда дальше не пойдем. Гениально. Просто, ну, нет слов. Причем, смотрите, какая-то непонятная... А, нет! Это просто фронт вот этот объединился. Все еще круче. Господи. Видите, какой прекрасный фронт. Так, это чуроки, их не трогаем. Продолжаем фронт здесь. Гениально. Просто гениально. И вот, что случилось с Италией. За то, что они решили почему-то вступиться за канадцев. Ну, точнее, вступили за США, которые вступили за канадцев. Скажем так. Италия вся разрушена. Более того, на связи у нас химические атаки были. Поэтому она вся опустошена. И... Меня опять троллит игра. Сюда каким-то образом две бригады пошло. Как обычно. Но, в целом, Италия вся в руинах. Но здесь я не знаю, сколько нам времени понадобится, чтобы добраться до Канады. Потому что дело в том, что если мы не доберемся до Канады, то она реально может отвалиться. Потому что у нас кончится типа варскор. Потому что мы не побеждаем, да? Скучка мы побеждаем, но просто вот этот варгол не контролируем. А высадиться в него нельзя. Тут, видите ли, морской границы нету. Не видим. Море нету, воды нету. Высадиться неоткуда. Гениально. Причем, если что, вот сюда высадиться можно. Где-то здесь я высаживался. А вот сюда... То есть здесь, казалось бы, да, еще севернее, еще более стрёмная погода и все вот это вот. А сюда нельзя. Ладно. Смотрите, какое чудо. По какой-то невестной причине они согласились на подавление. Прекрасно. Хотя у меня был минус варскор, казалось бы. Ну и я думаю, вообще на это можно было бы и подзакончить партию. Мы получили себе кучу нефти, получили себе кучу ресурсов. Наша экономика процветает. Наш население процветает. Хотя и казалось бы, оно было чуть-чуть получше где-то в прошлом. Но все еще, мы впервые в мире по уровню жизни, по грамотности. Там, скорее всего, какие-нибудь миноры, верно? Ну да. Какие-то рандомные миноры. Чуть-чуть повыше. А так, можно сказать, первые. По населению в Китае больше. Да, все логично. В Китае в какой-то непонятной гражданской войне, как обычно. Здесь были какие-то непонятные гражданские войны. В общем, это происходит непонятно что. Игра идет очень медленно. Уже прошло где-то полтора часа. Уже скоро будет два часа, как я это снимаю. И играть уже в такое время пытка. Так что, ребята, на этом, я думаю, Германию мы закончим. Вот. Следующий. Планируется Россия. Получилась у нас Германия неплохая. Три миллиарда ВВП. В теории можно больше, но менеджерить уже вот при таких лагах очень-очень не хочется. Так что, с вами был Дубгай. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok